доброе утро дорогие телезрители всем привет всем привет 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 и мы снова находимся в одессе вы очень давно просили и мы снова сюда вернулись валентин мы приехали снова к валентину вы давно просили и у нас сегодня есть интересный маршрут да ребята приехали не просто так если честно их очень просил потому что мы нашли недавно участок где не то чтобы люди не бывали но их было настолько что можно пересчитать на пальцах карты этого участка нет он не исследован до конца и вот как мы обещали что плавать на лодках я не знаю плавал ли кто-то вообще у нас на лодках вот в том участке точно никто а там глубина такая же можно с головой идти такое очень далеко на есть это вы взяли две лодки под названием груз 200 200 лодки на улице кстати в киеве уже плюс 2 а в одессе сейчас плюс 20 кольки стою уже жарко но там водички мы еще померзну ну все валентин можно пернать у вас сразу нас встречает прохлада погреба валентина как в катакомбах температура круглый год одинаковая конечно же естественно в любой подземной полости не очень глубокая пещера шахта рудник держится среднегодовая температура поверхность до эффект погреба да да это совершенно верно тут лодки надуваем уже или нет оу нет нам дадут не будем до надувания лодок нам час если не полтора а это сразу сюда а животные есть какие-то конечно есть виталик я за углом ли встретил лисенка я его загнал за угол в тупик он присел за камень и не понял что его уши видно он думал что вот мы естественно быстро ушел чтобы его не пугать а вы не скушали его конечно очень люблю лис и в живом виде не в жареном ладно полетели время идет нам нужно исследованием заниматься эту сразу развилка нас встречает скажи пожалуйста мы прошу раз были у тебя но еще раз теле зрителям нашим скажем самое главное допустим вот как ориентироваться потерялся ты здесь все одинаковые ручные выработки мне вообще ни на что не похоже это пожалуй за 20 лет моих полазок это единственное место на земле где реально можно под землей заблудиться я не знаю что тебе сказать надо учиться причем это это несложно это происходит очень вот как человек просто первый раз зашел потерялся первый раз он должен идти с проводником и второй и десятый раз проводник должен ему объяснять вот эти вот вот как здесь ориентироваться на все одинаковое одинаково 1 по ходу движения тогда больше рассказывать на что обращать внимание чтобы примет признаков вот это очень интересно я думаю валентин что с десятилетиями вылазок просто формируется какое-то чувство точку шестое чувство и ты просто технически даже не можешь это объяснить но по наитию схватываешь нужное направление заклицо именно так интуиция да вот то что нельзя объяснить на самом деле вся эта интуиция это просто комплекс факторов которые тебе говорили но они мгновенно срабатывают голове без твоего осознания этих факторов но я не знаю как у футболиста он понимает под каким углом в точности прикоснуться к мячу вот почему он объяснить не может на микроскопическим углом да но его удар успешно я захожу и с ума схожу для меня на все тут одинаково эти зарубки не знаю лисы что ли лисы кис 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 а как лис кстати звать кис кис они отзываются или нет не знаю честно не знаю о о о о о что то лампочки крутишь где мы встретились лампочки выкручиваете здравствуйте игорь сладкий рома маузер всем привозь покорные слуги держи я уже задолбался нести до воды чтобы до него начинается ты посмотри сразу видно что в Одессу приехал, уже одной лодки нет. Так, друзья, это Рома, это Валентин, это одно целое по Одессе, два самых главных профессионала-подземщика именно Одессы. Ну не надо, мы не главные, но мы классные. Ну я говорю, что главные, пускай люди знают, что главные. Как же классные? Да, мы познакомились в 2008 и постепенно мы как-то образовали тандем, весьма успешный, изучаем Катакомбо, снимаем видео. У ребят есть свой YouTube-канал, ребята делают экскурсии, мы оставим все ссылки на них, держат регион здесь. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ну или не делайте этого. Ребята держат регион, как бы, и по региону могут вам все рассказать. Во всем вот этим пустотам, карстовым, по египсовым известнякам. Держат все Катакомбы, без него они завалятся просто. Так, друзья, хорошо истории рассказывать, где-то на привале еще расскажем, а пока меньше текста, чтобы нам еще очень далеко идти, далеко плесть, и Груз-200 ждет уже своего времени. Все, полетели. Чехуевая шутка с Грузом-200. Ё-моё, как тут классно. Блин, я вот это первый раз нахожусь в этом городе, и в данных коммуникациях, я не знаю, можно назвать это коммуникациями, все-таки неправильно, да? Не коммуникация, все-таки. Это заброшенная шахта, по факту. Старинная заброшенная шахта. Ага. Вот, в шахтах я бывал, но в такой вот именно, где ручная выработка и материалы вот эти, которые добывались здесь, это ракушняк, да, называется правильно? Ну или пильный известняк, ну ракушняк по-простому. Ракушняк разновидность известняка. Ракушняк, сори, известняк может быть очень разный, он может быть хемогенного происхождения, просто откладывались молекулы кальция-СО3, как вот этих террасах известняковых по муккале в Турции. Он может быть состоять из кораллов, из ракушек, как здесь. Осадочные. Да, это все осадочные. В данном случае. А, с точки геологии. Мрамор это тоже известняк, только он подвергся и давлению, и вулканической температуре. Это во время вулканической действия образуется мрамор из вот таких известняков, как ни странно. А на украинском черепашник. Игорек, ты не забывай, что мы находимся на древнем дне моря. Ага, и вот это все ракушки. Да, тут видно прекрасно, что это ракушки. Вот смотри, вот тут отлично вообще видно. Вон панцири. Покажи, покажи, покажи. Все это панцири растущие. А, да-да, а что они тут черные? Покоптили, это же входовые районы. А вон почему черные. Здесь бомжи медь выпаливали. Нет, это, как видите, не медь, это шина, похожая от колеса. Это вулк, ставим. Юные идиоты считают, что это классное развлечение. Мы так не считаем. Вулк ставит. Эль, прекрати ты рвеньки, тебе еще водки нести полтора часа, не трать силы. Интересно вам, я уже предвкушаю, что это будет очень долго сегодня, наше путешествие. Полинин, а сколько мы времени закладываем на сегодняшнюю экспедицию? Давайте побольше. В сутки берем? Ну, меньше, меньше суток. Часов двадцать? Да. Полсутки. Давай полсутки. Валентин, расскажи, пожалуйста, историю. Мне известно, что был прецедент, когда у тебя на глазах произошел обвал. Какие чувства ты испытывал? Серьезный обвал, страшный в смысле. Был у меня за спиной, за поворотом. Я завернул за поворот, обошел куст тупиков, тот мы называем куст, сеть. Вернулся, и за мной гул, и хлопок, волна воздуха очень мощная, буквально ветер. Я обалдел, я понял, в чем дело, вернулся за поворот, глиняная пробка, то есть ход перекрыла намертво. Мне очень сильно повезло, что я успел за это время выйти. То есть вот это одна из вещей, почему я стал фаталистом. То есть, грубо говоря, он не перекрыл тебе выход, уже ты знал, что ли? Я уже вышел из этого куста, да. Прости, что ты имеешь в виду, стал валентеатистом? Фаталистом. Фаталистом. Человеком, который считает, что вот судьба... Неизбежно. Да. Кому быть повешенному, тот не утонет. Тысяча и один способ умереть, когда водолазы исследовали пожарный резервуар, в это время прилетел вертолет, забрал этого водолаза и выкинул в пожар, он сгорел. Я считаю так. Хорошо. Никуда не денешься. Пункт назначения. Я не совсем понимаю, как это объяснить в двух словах. Вкратце так. Не надо дергать бога за бороду, то есть вот, брат, играть в русскую рулетку, или прыгать с моста без веревки на бетон. Но в целом, скажем так, Никуда не денешься. Если тебе не суждено умереть, ты не умрешь. А если суждено, на эту тему я замечательную арабскую историю, вы знаете ее. Какая арабская? Про смерть, да, и слугу. А какая? Ну, скажи, два слова. Значит, Ирек, туда переползать. Слуга сказал своему хозяину, что я сегодня видел страшный сон, ко мне пришла смерть и сказала, что я умру вот на пути в Тегеран, куда ты меня посылаешь. Говорит, о, а мы сейчас ее обманем, я тебя пошлю в Дамаск. Значит, это вот. Значит, приходит смерть через какое-то время и говорит, ну что, где же твой слуга, значит. Говорит, так я же его послал в Тегеран, его здесь нет. Он говорит, какой Тегеран? Говорит, я только что из Дамаска, я жду, а его еще там нет. То есть, примерно так. Интересно. Ирек, ты понял суть или нет? Конечно. А я не знаю. Ну, суть, что смерть знает все, то есть, она предупреждает. Каждый пошел мгновенно. не про это. Как там, какие там слова? Ты знаешь, что же Муцраева? Все знают. Мама, приезжай, и меня забери. Хочевым, хатмертвым, на меня забери. Кто же его не знает. Унеси меня туда, не достигнет смерть. Мама, я сгорел, и голод вверх. И там такие чувства, кто от смерти бежит, бежит ей навстречу. Да, он поет. Так что, типа, нечего за бороду Бога дергать, и смерть за пазуху дергать, тоже нельзя. Да, категорически. И вообще, никого нельзя за что дергать. Мы же тогда не задерживаемся. Это не значит, что не надо соблюдать технику безопасности. Мы сейчас в тех катакомбах, где один парень, надо сказать, что ему было суждено умереть здесь, в этих катакомбах. Это недавно случилось. Но он нарушил все мыслимые и немыслимые правила безопасности. Пошел один, возможно, был нетрезв, упал в колодец, там же утонул. Это было вот буквально в 20 минутах отсюда. Рома, к сожалению, ему действительно было суждено. Смотри, паренек, он был хороший, но употреблял, как мы знаем, все, что бывает. И вот господин директор решил, что хватит все равно. Директор. Да. Чем он будет медленно умирать в муках, от ломки или от передоза, лучше вот так. У нас тут мнения разделились. Я за рациональный подход, Валентин за мистический. Вот и все. Так, а что ты его обнаружил? Да, к сожалению, неприятнейшая история. Его уже искали. Он пропал. Я уже его искал в других катакомбах, правда. Но, как оказалось, он вообще был совсем в другом месте. Тут его не искали. Прошел, я не помню, сколько, 8 дней это было, да? А сколько он там мог бы выжить в том колодце? Пару часов. Холодная вода. Переохнаждение, да. Гипотермия. Да, к сожалению, да. Прошло буквально 8 дней, я веду экскурсию. Причем дети. Лет 16-17. 17, наверное. Вот. Двое мальчиков и девочка. До колодца. Колодец расположен в ответвлении. Как бы сбоку. Идти туда не надо. Его обычно не показывают. Он очень мрачный. Вдруг мне стрельнуло что-то показать этот колодец. Я говорю, сейчас я вам покажу колодец, который мало кто знает. К нему сейчас не ходят. Он не модный. А вы увидите. Мы подходим. В колодце валяется нечто. Он побелел от взаимодействия с водой. Я решил, что это манекен. Я говорю, смотрите, кто-то кинул манекен еще. Какой качественный, как человек. Девочка говорит, это не манекен. До меня доходит, что это не манекен. Волосы, ну, очень реалистичные. И начало распространяться гниль от тела. Для меня это был шок. Для детей я просто молчу. Экскурсия закончилась. На следующий день, да, мы сюда нагнали с Ромой вдвоем. МЧС, милиция. понятно, что только можно. И процедура подъема тела была ужасной. Дело в том, что МЧСовцев нагнали много. Ребята крепкие. Раздвижная лестница очень классная. Вот, тем не менее, даже мне и Роме пришлось помогать вытягивать тело, потому что очень тяжело. Угол наклона, веревка трется и так далее. Еще и тело начинает, наверное, мягкое. Оно же наполнено водой. Одежда, одежда. Очень сложно. Посмотрим, как вы здесь или нет. Потому что у вас с Ромой разница мнения. Вылезти оттуда реально или нет? Мне интересно. А у многих вопрос возник. А что за записка? Когда он оставлял записку? Он оставил записку на съемной квартире на Молдаванке, хотя сам он с Черемушек, что у меня беда. Я поссорился с девушкой. Мне очень печально. Если что, ищите меня в катакомбах. Такая вот история. Слышь, Валентин, так же ты думаешь, что он туда осознанно рухнул? Нет. Я думаю, что парень просто был в сильно расслабленном состоянии. Просто гулял, как-то пытался справиться с депрессией. Ну, не то слово депрессия. С нежеланием жить. И подошел посмотреть интересный колодец. Неожиданно соскользнул там наклонный к нему подход. Это все версии, это все версии, потому что реальных фактов мы не знаем. Например, у нас есть куча вопросов к этой ситуации, потому что у него, в кармане был огромный нож, который он даже не пытался использовать, чтобы вылезти. Мы не нашли ни одного фонарика при нем, ни одного вообще. Телефон был в рюкзаке при этом. Мы даже опускали мобильный телефон на веревке, чтобы сделать подводные съемки. Ну, вот непроницаемый телефон, кстати, протек. В общем, чтобы найти фонари, потому что их там нет ни в колодце, нигде. То есть вопросов много осталось к этой ситуации. А местные могут применять способ в темноте входить вообще? Кто-то делает такое? Ну, дети ориентируются. Нет, люди не могут ходить в темноте. Люди не могут. Ты можешь попробовать. Вообще, это очень классный эксперимент. Взять человека, сказать, вот пройди вот туда за угол и еще раз поверни. Ты вот за угол не сможешь пройти. Ты упадешь дважды, ударишься головой об стену и сломаешь ногу. На этом все. То есть даже, зная катакомбы, ты можешь пройти, тебе нужен хоть бычок от сигареты, хоть что-то. Минимальный кусочек света, да? Минимальный. Хоть пол люмена, но нет. Без света вообще никак. Наш эксперимент, Игорь, это мы делали, когда были соревнования здесь в Одессе. Лимон берешь, два провода вставляешь и маленький диодик. И диодик светится в лимоне либо в картошку. Есть такое, да. И вот этот вот маленький кусочек света, вот эта точечка, этого хватает, чтобы глаз привык, и ты уже хоть что-то видел бы. Очертания стен формы. А ультразвук, если издавать как мышь, летучая пищать? Кстати, а ультразвук распространяется в шахтах, интересно, или нет? Нет, он затухает. А что, тут нет мышей летучих? Есть, конечно, летучие мыши. Они что-то здесь видят своим этим локатором, эхолотом, но здесь распространяется наоборот бас. То есть чем ниже частота, тем лучше она распространяется. Инфразвук. Просто по легенде же монахи в кельях, они пелись для того, чтобы ориентироваться в тоннеле. Ну, я думаю, это офигительная история. В диапазоне человеческого голоса это нереально. Абсолютно. То есть, это сколько там, где-то герц? Вообще не те частоты. Даже рядом. Даже порядки частот не те. Думаешь, это фейк? Это фейк. Если интересно, тема звуковых экспериментов как поделать. Если ты потерялся в катакомбах, то берешь, в общем, камень, вот так вот. Гупаешь. Гупаешь. И вот эти вот вибрации, они распространяются по хотя бы там соседним ходам и тебя могут услышать. Смотрите, здесь, во-первых, лента. Это примитивное средство для ориентирования. А во-вторых, мы сразу же нашли здесь резиновые пули. Рома Маузер говорит, что это газовый пистолет. Говно какое-то. Мы можем найти, если поищем, ну, здесь, в этих катакомбах дофига нормальных пули, ну, исторических. То есть мы находили здесь, недавно нашли патроны от винтовки Маузера 1938 года, 20 патронов, причем с обоймой, то есть новые, укомплектованные. А есть фотографии? Конечно. Скинишь я мотор встал. Обязательно. А это старые рисунки или новые? Да, старые. Ты не поверишь, можно подумать, что какой-то телепузик реально похож. Да. Я тоже, когда ходил, первый раз думал, что это какая-то херня мазня современная. Вот точно такого же черта так рисовали демона, ну, дьявола. Да. Кстати, почему-то вот эти вот рожки. Очень много рисунков, было нарисован жук, короче, вот с такими рожками, типа, он как типа полужук, получеловек, но вот эти вот рожки характерные везде нарисованы. Ну, это образ черта. А чего дьявол? Это типа что, подземелье близко к преисподне уже? Ну, было у них такое тоже, кстати. Было, много крестов встретим, много всяких религиозных тем. Люди вообще были религиозные в то время. Очень много, где нарисован пан, и идет шахтер, везет тележечку, типа, камень вывозит, а сзади пан с плеткой и его взгляд сгатит. Он такой много вообще. Или полуженщина, полуконяка, и этот ракет. За это тогда настрел ждал. Ракет, это вот, в шахтах, типа, полуженщина, полуконяка, и сзади ее шахтер, типа, нацепляет. На самом деле, нормально, такие рисунки, исторические рисунки, типа, женщина стирает белье, а сзади пристроился мужик, и это, то есть, а мужик, типа, как бы, пришел домой после работы из шахты. То есть, темы, темы меняются. Время идет, а вот именно мы встречаем на стенах, это история, на самом деле. Ну, люди что, всегда хотели добыть камень, продать его, получить за это деньги, пожрать, выпить, и либо коньяку, либо женщину, от Мюнхарду. Кого повезет? Кого повезет в сарай. Если женщина спит, то пошел в сарай коньяк. Если голова болит, иди в сарай. А если у конья голова болит? Сережа, это лестница с самого верха, а у меня лома в землю. Друзья, по вашим многочисленным заявкам, комментариям и надписям мы сделали шапки Супер Суз. Так что, кто не успел к холодам приобрести, залетайте в Супер Суз Шоп и покупайте себе самые теплые шапки, которые защищат вас от любого душа. А также сделали замечательные статуэточки, магнитики с моей мордочкой красивой такой. И так что, тоже заходите и покупайте красивые. А, Валентин, а что, карта есть у нас? Да. Так, ну, карта, она нужна для визуального понимания, что из себя представляют катакомбы. Вот, посмотрите, почему катакомбы такие сложные? Здесь, во-первых, вот мы видим здесь отмечен вход, дать Сусанину карту, сказать, вот вход. Черт, я не понимаю. Иди сюда, называйся. Вот это было бы интереснее, чем по ней ориентироваться, бесполезно. А вот пройти оттуда сюда, это было бы гораздо интереснее. Тут даже нет того места, где мы будем плавать, оно еще дальше за картой. А, серьезно? Да, то есть это все пройти. То есть это маленький кусок района, без входов, без выходов, чисто центр. Это еще не в ту сторону, это очень далеко. Мысль в том, почему катакомбы такие сложные? Все катакомбы вот эти старинные, они такие вот сложные, безумный лабиринт, запутанные. Как говорит Валентин, делал паутину у паук в ДЛСД. Потому что качество камня было тогда основным критерием заработка шахтеров. Шахтер получал зарплату за хороший целый камень. Количество выпили. Да, если ты пилишь плохой камень, у тебя в руках рассыпается, ты ничего не зарабатываешь. Ты не продашь. Уходишь, блин, без денег. А работа тяжелая, еще очень низко оплачиваемая была. Поэтому они всегда, когда пилили, делали забой только в сторону хорошего камня. Вот результат. Вот этот безумный лабиринт, это следствие плохого камня. Пошел херовый камень, пошел в сторону. Шахтеры шли за хорошим камнем. И скажу, все карты старинных катакомб у нас выглядят вот так. Какой-то безумный лабиринт. Что-то ужасающее. Все шахты советского периода, чем дальше, тем проще. Послевоенная, это решетка. То есть, заблудиться очень трудно. Как улицы в Нью-Йорке, да? Да. Манхэттенская геометрия. Потому что изменили систему оплаты. Людям стали платить не за камень, а стали платить посменно. А на качестве это сразу отразилось? Плохой камень не выносили на поверхность. Все-таки не до конца. Главным моментом качество камня. При царе они могли себе позволить выбирать самый лучший камень. Но они его уже добыли огромные объемы. Самый хороший камень уже к советскому периоду закончился. В советское время уже после войны люди точно столкнулись с тем, что все равно, что добывать. Весь камень плохой. Поэтому нет смысла искать, где хороший. Замечу. Во Франции катакомбы 14 века выглядят как советские наши. Решетка. Скучно и заблудиться нельзя. Почему? Камень высочайшего качества. Обратно. Нет смысла искать, где хороший камень. В шахтах компас работает. Конечно работает. И направление есть. Под землей работает компас. Здесь, конкретно в камнях. Не везде. А сколько нам идти сегодня по расстоянию? По километрам или по времени? По километрам. В катакомбах километры не имеют значения. Имеет значение время. Ты можешь идти иногда два километра, блин, три часа ползти. А можешь пробежать там четыре километра за час. Все зависит от степени трудности. В общем-то у нас сегодня далеко не самые плохие катакомбы. И я думаю, что до воды мы дойдем за час. Провал на зайку. Все, друзья, у меня уже голова крутится от этой вашей карты. Пошлите уже плавать. Я все равно не ориентируюсь. Ведите к воде. Скважину пропилили. Это недавно сделали? Нет. Лет 20. А что, Кавин подставал себе жизнь? А это обвалы маленькие. Это уже да. Вон побольше. А вот скоро обвалится. Вот тут трещина по центру. Все скоро обвалится. Главное, похоже. Тьфу. Вау, я просто в восторге. Я такого никогда не видел. Неожиданно. И, блин, эмоции меня переполняют. Старина. Вот эти исторические надписи. Просто я в восторге. Идем дальше. Блин, здесь такое разнообразие по путешествию. Это просто не передать. Аккуратно лодку не порви. Вот эти вот проемы какие-то. Узкие ходы. Просто. Ого. Давай. Ребята, кто-то... Подожди. Ребята, подождите меня. Куда они пошли? Налево или направо? О! Алло. Материал и звукопоглощающий. Почему классно из ракушечника дома строить? Он очень теплый и очень звукопоглощающий. Смотрите, как разрушается шахта. Горное давление. Вот. Оно уже треснуло. Заранее замечу. В опасных районах, дело то, что я сейчас делаю, нельзя категорически. Спасибо. Здесь прочный район. Это единственная стенка, которая здесь треснула. Ого. Так и завалы происходят. На самом деле здесь достаточно сильно держат вот эта часть. То, что я сделал, здесь безопасно. Категорически не рекомендую никому это делать в других местах. А что это за слои? Это вот сколько тысячелетий в срезе мы сейчас наблюдаем? Честно говоря, не знаю. Геолог сказал бы. К моему стыду не знаю, но это действительно тысячелетия. Ну это полторы тысячи. Я понять, я не знаю. Виталик, не скажу. Честно. А что, кстати, русский военный корабль вытащили уже со дна, вы не знаете? А зачем, господи? Зачем? Ну как там трагметаллы сделают? Ты думаешь? Хотя они, наверное, пока тонули все с собой забрали. Я прошу ловить и не херс не дать. Да, то есть в таком духе. Это в сталинские времена здесь работали в 28-м году еще был Ленин или Сталин? Сталин, естественно. Ленин умер в 1924. А Сталин в Одессу не заезжал? Никак. Слава тебе, Господь. Никогда. Вот. В Одессе был Микоян. Это министр пищевой промышленности. Вот друг Сталина, кстати, который уцелел, несмотря на все зачистки. А Ленин не захаживал к вам? Никогда. Да, здесь бывал младший брат Ленина, Дмитрий Ульянов, жил в холодной балке и работал доктором в местной лечебнице. Серьезно? В 1902-м, 1903-м, если я не ошибаюсь. Нифига себе. Но Ленин имел большие контакты с Одессой. Он был связан с местными подпольными очейками вот этих вот придурков, которые готовили это все еще в 1905-м и даже до этого. Что готовили? Вот. Революцию, да, переворот. Валентин, а ты какого года? 1973-го. А, почти сус-твой сверстник. Как я. Я 1972-го. Что? А что? Я думал, ты... А что, Рома маленький или что? Не, ну... Ромя ж тоже уже годков тогда ибо же. Я думал, что ты мне в старшие сыновья годишься. Да, ну куда я маленький? Честно, ты хорошо выглядишь. Я не шучу. Ты действительно слишком... Я алкоголь перестал пить. Я раньше страшно выглядел. И зубы штавил. Честно, Виталик, ты меня сейчас как немного по голове дал, прибил. Три года без алкоголя. Жанин, да, там. И очень хорошо похорошее. Что-то на голове старше меняет. Ладно, идемте. Не, ну ты видишь, что еще наследственность здесь много влияет. Плюс под землей тело консервируется, бальзонируется. Ставить старые фотографии три года назад, как я выглядел. Мне там на фотографиях уже за полтинник, реально. Уже дед старый. А тут зубы вставил, пить перестал, курить перестал, кожа обмолодилась. Восстанавливается организм. Очень хорошо. А если еще и активности чуть больше дать. Это этот... Пиноккио. А, слышишь? Глоб, это действительно твой тех? Да, действительно. Я очень быстро перестал ставить. Но, скажем так, в 16 лет я еще был настолько дурной, чтобы вот не лениться молевать, еще наводить пальцем, чтобы он смотрел. Это чем, углю? Так это я еще на свет даже не родился. А ты уже тут аж шнырил. Нет, так я в этой системе уже года три лазил к тому времени. Слышишь, Сус, а кто из вас, получается, первее лазить начал? Ну, гном, конечно же. Но ты же раньше начал, да? В 86-м официально я говорил, на самом деле еще года 4 до этого лазил, но это было настолько несерьезно. Без документов, без документов. Нет, как юные диггеры, скажем, то есть. Друзья, у гнома есть YouTube-канал. Также он делает экскурсии по одесским катакомбам. Так что заходите, поддерживайте, пишите. Если хотите встретиться лично с гномом, то вот есть вся информация, мы здесь оставим. Вот, гном 89. Единственное, хочу поправить. Не у меня, а у меня с Ромой. Причем Рома делает львиную часть работы, будем говорить. А ты какую? Да, я интеллектуальную, да, а он... Львиная и лисичая. Да. Львиная и лисичая. Кстати, интересно, вот стрелки вырезаны просто в земле. Да, кто-то в ломиком. Это баловался кто-то? Нет, отмечал дорогу, но явно неопытный человек. Все, маломальский опытный человек, знают, что туда это очень интересный район, но не главные дороги, а все соединения с другими районами туда. Да, по централу. Это был на счет. У меня рекорд, я на 10 часов забудился один. Я скажу, у моего друга, к сожалению, покойного, Сережи Коновалова, известный барыга. В смысле, это барыга, он никогда ничем не барыжил, это просто никнейм. Он в начале своей деятельности, в начале 80-х, в селе Усатого, там очень сложный лабиринт, сложнее, чем здесь, но много. Блукал двое суток. Ого. Совпадение. Он, так как пошел один, он очень основательно подготовился. У него было два заряженных шахтерских... Две заряженных шахтерских канагонки. А пистча? Пистча. Еда. Еда, вода. А, пища у него была максимум на день, ну... А вылупил с колодцев. Да, в то время... Просто когда забудился, ты не думаешь о еде особо. Колодцы были чистые, да. В те времена Усатого не стояло никакой проблемы добыть питьевую воду. Кстати, а сейчас можно пить где-то здесь или нет? Если чистый, то можно. Есть отдельные места. Или стоит? Кое-где можно. Может покажешь, мы полэкаем трошки. Скажем так, туда, где мы идем, там можно где-то найти лужицу идеально чистой воды. Просто по... Уже не идеально. Вроде бы как в медицине и химии и физике, что типа человеческий организм, даже если ты самой грязной воды стакан выпьешь, тобой ничего не будет. Собой организм подавит микрон. Ты не прав. Стакан, если там серьезно... Скажем так, если там Ерсиния пестис возбудили чумы... Пестис? Да. Ерсиния пестис, так это называется. Возбудитель вот этой вот бубоны чумы. Да. Не, ну обычные среднестатистические ставки. Я тебе скажу, даже стафилокококки хватит, если там... Стафилококки куспальчику. Да. Палочки куспальчику, стафилокококки куспальчику, которые в улиточках закрученных проводятся. А что это за обычной ящик? Опа. Ради шутки повесили, здесь базовый лагерь за углом. Письмо получить можно? Что за ящик? Только выбирай, мы пойдем на этот или на плой. Шутки. Ребята, а расскажите с профессиональной точки зрения, как здесь с газовой обстановкой вообще, какие приборы использовались раньше, что вы сейчас используете в своей работе? Ну смотри, в советское время уже были нормы какие-то требования. В царское время, когда пилили, понятно, о газах вообще никто не думал, потому что в этих шахтах газ, ну он вообще здесь не должен быть. То есть здесь нету источников газа. Но в советское время шахтеры использовали, вот я нашел это в катакомбах в селе Элинка, это называется сигнальная лампа Дэви. Пламя настраивалось на улице, ну при нормальном содержании кислорода, и по высоте пламени шахтер мог смотреть, какое состояние вообще воздуха. А, грубо говоря, когда кислорода очень много, пламя высокое, и при уменьшении кислорода там было процентное соотношение. Тут очень интересный крюк, посмотри, какой он формы. Для того, чтобы можно было ее в любой, в любую дырку, она везде, ну в общем везде, вообще, где ее повесил, все, она висит. А сейчас, сейчас мы ходим вот с такой вот штуковиной, вот это уже современная, газонализатор. Недавно оказалось, что есть место в катакомбах, где человек чуть не задохнулся, нас с Валиком общезнакомый. Да, замечательный исследователь Андрей Калугин нашел место, где опасные газы. А что был за газ там, что это там? Я думаю, там метан был, то есть там была органика, много органики, не было вентиляции, и там прямо корни с поверхности сходят в это место. Надо будет обязательно сходить с газонализатором, проверить. Это ты нашел в катакомбах? Я нашел в катакомбах, да. Вот, 20-й, 60-й, кажется. Она латунная? Да, она латунная. Она не крутится, не крутится, вот эта штучка? Крутится, но она не вытаскивается. А шок по поводу канарейки, которую носили с собой в клетке, это фейк? Чистая правда, но это в угольных шахтах. Это серьезный у тебя аппарат? Это вообще серьезный аппарат, у него еще есть такая функция, можно понять, кто утром зубы не чистил. Сусанин, давай ты. Мало дышит. Свалился! А этот винт сварил кто-то? Да, кристалл. Значит, это, люди говорят, гидроокис алюминия, даже это не совсем верно. Что интересно, в жизни мы имеем дело не совсем с таким устройством молекул, как в учебнике школьной химии. На самом деле, это гидрат окиси алюминия. То есть, это Аль-2-У-3 умножить на сколько? На 3 Аль-2, скорее всего. Оно очень красивое. Что произошло? Кто-то уничтожил алюминиевую ложку? Просто забыл. А что алюминия окислятся? Да, дело в том, что в квартире этого не произойдет никогда. Почему? Алюминий, на самом деле, для нас он очень пассивный металл. Это сверхактивный металл. В ничтожные доли секунды он покрывается плотной защитной плеткой, пленкой алюминиум-2-У-3. В условиях влажности он больше не прореагирует ни с чем и никогда. В катакомбах сумасшедшая влажность. То есть, мгновенно оно гидротируется и распадается на вот такую. То есть, грубо говоря, это вот эта пленка защитная, да? Щелочная реакция, это уже атаксидную пленку. Слушай, а есть под землей какие-то змеи, ящерицы или скорпионы? Конечно же нет. Наш край благословенная земля, то есть, ничего опасного для жизни нет. Под землей встречаются маленькие паучки, которые больше нас боятся, чем мы их. Сороконожки, но тоже даже мне тяжело испугаться, хотя я в принципе этого боюсь. Валентин, скажи, а ты в крысиный король веришь? Готов поверить, что такое бывает, но... А что заявление, скажи? Скажем, неподтвержденное. Пусть Виталик расскажет. Не люблю эту историю. Непонятно, при каких обстоятельствах порядка полчища крыс, ну не знаю, сколько там, 50, 30, 100 штук крыс завязываются между собой хвостами вот так вот в круг. И живут уже вместе. И потом умирают и так засыхают. Мне очень жаль их, да. Непонятно, зачем, это ученые не могут объяснить этот факт, зачем это делается. В шаре получается? Тут большая вот такая пачка крыс, между собой переплетена хвостами и высушена. Но хочу повторить, крыса невероятно умная и очень дружелюбное существо. Легко привязывается к человеку, вот, и более того, могут умереть от горя, если хозяина ребросят. Удивительно, что сложный социум, как у муравьев. Муравьям и пчелам сложный социум нужен, потому что они сами, по отдельности, каждое существо невероятно тупое. Вместе, уже почти доказано, у них образуется коллективный разум и какая-то социальная, ну... Пчел вообще коллективная работа, коллективный разум пчел, все, коррективно. Крысам это не нужно, каждая крыса умна на уровне, минимум, как кошка, вот. Но, тем не менее, они пытаются построить общество, вот что интересно. А, то есть самодостаточное, но, в принципе, в обществе им намного легче. Как люди, абсолютно самодостаточное существо, но при этом обладающие эмпатией, да, они хотят построить общество. Чтобы поработать на другое общество. Не думаю, они не люди, не такие сволочи, как мы. Я понял. Вот. А крысы не захватывают мир? Захватят после нас, я думаю. Судя по тому, что творится в мире, я думаю, нашей цивилизации лет 150 осталось. Хорошо, если 150. Если сейчас, да, этот придурок не нажмет кнопку. А после нас крысы здесь организуют нормальное общество. Почему мы до сих пор не вошли в контакт с какой-то чужой планетой, инопланетной разумной жизнью? Потому что они не видят здесь разумной жизни. Это вот есть проблема. Не, ну не все, есть же хорошие. Ну, в большинстве это в своих случаях. Вот мы нормальные. Боже ж выбрал Ноя и Питер. Да, это уже начинается, да. Мы постоянно под землей. А ради ста праведников пощадишь, а ради десяти праведников пощадишь. Нома, ты себя как к праведникам относишь? Ну, конечно. Я себя отношу к... Тут нельзя штукоматов, да, на видео? Нет, а можешь я запикаю? Ну, давай без матов. В Евангелии есть место. Иисус говорит человеку, ты веруешь? Да, молодец. Флаг тебе в руки. И бесы веруют, и трепещут. Вот я бес, который верует, но трепещет. Потому что знает, что он бес. Я древний демон Сириуса, меня 14 лет, 14 тысяч лет назад, выперли оттуда за плохое поведение. Сказали, еще раз, появишься на какой-то приличной планете, и мы тебя не завидуем. А среди этих можешь творить, что хочешь, потому что они такие уюбки. Так, ты из Китая что, подземельями? Ну, да, с тех пор. По-разному. Находишь тут в спокойствие. Так, что мы здесь дальше делаем? Ничего, допиваем напиток и идем. Допиваем напиток и идем. Малик, мы сюда... Так, ну что, хватит сидеть, ребята. Мы нашли недавно, как почти что не исследованный район, и вот нам с вами предстоит его исследовать. По коням. Игорёк, а что такое? Батя? Твоё? Батя отметился, да. А ты в каком году? Батька оставлял свои следы, он тоже пребывал. Игорёк, так это, ну, реально, что ты сын Цоя? Ну, это остается загадкой пока. Мы не можем это все раскрыть. То-то ты скрывал это долгое время, а подписчики признали, что ты сын Цоя. Ну, ты узнали, да. А может быть, короче, твой батя здесь, твою мамку на этом камне... Я тебе вот это дам, ты, пожалуйста, вот это не трожь семью. Пацаны, сейчас будем плыть вообще просто в затопленные туннели. Неожиданно, я просто в шоке. Класс. Пожалуйста. Поехали. Быстрее, быстрее. Кусок от старинной пилы, кстати. Продолжение следует... Продолжение следует...